Так, дамы и господа, здравствуйте! У нас сегодня 26 занятие нашего курса «Иврит, Торы и Молитв». Вчера, в субботу, мы прочитали недельную главу, которая называется «Бо». «Бо» – это значит «иди». Что такое «иди»? Это повелительное наклонение глагола. И я решил, что сегодня с группой «А» я рассмотрю еще две буквы, с группой «Б» мы рассмотрим формы внутри одного беньяна. Итак, начнем с группы «А». Мы сегодня проходим буквы, вот они, буквы «ВАВ» и «ЗАИН». Прежде всего, посмотрите, чем они похожи друг на друга. И та, и другая узкие, да, по сравнению с буквой, например, «ПЕЙ», с буквой «ТАВ», да, они значительно уже. Во-вторых, да, они вот так вот вертикально вытянуты. Так, чем же они отличаются? Отличаются тем, что «ВАВ» прямая, вот в этом шрифте, она немножечко вверху загибается налево, но в некоторых шрифтах она просто является вывертикальному палочку. Вот, буква «ЗАИН» немножечко вот так вот изогнута. Так, буква «ВАВ» встречается очень часто. Очень часто, вот давайте посмотрим, вот слова с буквой «ВАВ», я тут выделил. Так, вот буква «ВАВ», вот первая, она имеет огласовку «ПОТАХ», «ВА». Вот в этом слове буква «ВАВ» не будет читаться. Почему? Это особое слово, это имя Всевышнего, четырехбуквенное имя, которое называется тетраграмматон. Слово – это греческое, тетра-четыре, грамма – это буквы. Имя четырехбуквенное, которое мы никогда не читаем, так как оно написано. Хоть можно, ну, скажем так, здесь в этом слове есть буквы и есть огласовки, тем не менее мы не читаем его так, как оно написано. Так мы его читаем. Когда мы действительно читаем Тору или произносим благословение, мы произносим здесь «А-ДО-НАЙ». Если же мы просто говорим об этом, мы читаем вместо этого «ХА-ШЕМ». «ШЕМ» – это имя, «ХА-ШЕМ» – это то самое имя, имея в виду, что здесь стоит имя Всевышнего. Но как оно пишется? Пишется оно четырьмя буквами. Первая буква – это буква «Юн». Мы ее учили. Вторая буква – буква «ХЕЙ». Вот третья буква – буква «ВАВ». И четвертая такая же, как вторая буква «ХЕЙ». Не пытайтесь прочитать это слово, как оно пишется, потому что это бессмысленно. Кроме того, это и запрещено. Но букву я вам показал. Хорошо, дальше. Вот здесь тоже есть буква «ВАВ». И вот здесь вот есть буква «ВАВ» на конце. И тут, и тут. Буква «ВАВ» – это часть огласовки. Огласовки мы с вами проходили. Эта огласовка звучит «О», передает звук «О». Называется она «ХОЛЛАМ». И представляет собой она букву «ВАВ» с точкой наверху. Буква «ВАВ» используется в огласовках. То есть она не всегда передает свой звук. Понятно, что раз она называется «ВАВ», она передает звук «В». Но именно тогда, когда она является буквой. Как определить, буква это или огласовка? Ну, здесь мы видим, что это огласовка, поскольку над ней стоит точка. Просто так над буквой стоит точка не будет. Но на самом деле не это главное, а то, что каждая буква должна иметь одну огласовку. Вот в этом слове буква «ЛАМЭД». Вот она имеет огласовку «ХИРИК КАТАН», то есть точку внизу. Буква «БЭТ», да, какую имеет огласовку? Вот эту вот огласовку «ВАВ», да. А буквы «ВАВ» нет. Это не буква, это огласовка. Это огласовка в составе своем, имеющая букву «ВАВ». Вот, если мы видим, что если бы буква «БЭТ» имела какую-то свою огласовку, и буква «ВАВ» свою огласовку, тогда мы прочитали бы эту букву «ВАВ» как «В». Еще один момент, важный момент. Буква «ВЭТ» у нас передает звук «В», и буква «ВАВ» передает звук «В». Я могу объяснить это тем, что раньше эти звуки различались. И как они различались, мы примерно можем себе представить. «ВЭТ» это примерно «ВЭТ», а «ВАВ» это примерно «ВАВ». Думаю, что по этой причине, не только я так думаю, но и большинство лингвистов, в алфавитах на основе латиницы есть буква «ВИ» и буква «В». Так они называются, пусть в английском языке. Буква «В» это «В», буква «В» это «В». Есть некоторая разница. Так, это буква «ВАВ». И еще некоторое замечание. Буква «ВАВ» сама по себе. Это слово. Слово из одной буквы. Слово, смысл его – соединительный союз. Например, «ВЭТ» и «Кого-чего». Или вот здесь вот «ВАЁМРУ». Вот это вот первое «ВАВ», которое имеет огласовку. «Патах» и читается «ВА». Это значит «И». «И» сказали. Например, «МОШЕ ВЕ АГАРОН». «МОШЕ» и «АГАРОН». Как все слова, состоящие из одной буквы, буква, значит, соединительный союз. «ВАВ» пишется слитно со словом, следующим за ним. Поэтому «ВАЁМРУ» на иврите пишется в одно слово, а переводится двумя словами и сказали. Вот вам, пожалуйста, «МОШЕ ВЕ АГАРОН». МОИСЕЙ и АРОН. Так? Но, но, но. Иногда буква «ВАВ» как соединительный союз имеет огласовку вот такую. «Патах». Иногда огласовку «КАМАЦ». Иногда огласовку «ШЕВА», как вот здесь. А иногда она сама принимает форму огласовки «У». Вот это единственный случай, я рассказывал вам в уроке, который был посвящен огласовкам, когда огласовка стоит отдельно от буквы. Буквы нет, а огласовка – вот она. Вот в этом слове «УВЕН» у нас есть огласовка, которая звучит «У». А что ей огласовано? А не «что». Дальше идет буква «ВЕТ» с огласовкой «Э» с «ЭГОЛ». «ВЕ». И дальше идет буква «НУМСУФИТ», которая звучит «Н». Получается «УВЕН». Действительно, вот это «УМ» – это не что иное, как специфическая такая форма буквы «ВАВ» союза «И». Так, об этом мы с вами немножко говорили. А вот здесь, например, буква «ВАВ» имеет огласовку «ХЕРИГАДОЛЬ». «ВИ-ДА-ТЕМ». Почему так происходит, я могу объяснить, но сейчас не буду тратить время. Итак, буква «ВАВ». Кроме того, что она бывает корневой, в корне, она бывает еще соединительным союзом «И», и еще она бывает окончанием. Вот здесь, например, это окончание, точнее, суффикс «О». «О» – это значит «ЕГО», что такое «ЛЕВ» – сердце, а «ЛИБО» – его сердце. Здесь еще одна буква «ВАВ» передает звук «У». Буква «ВАВ» используется в огласовке «ХОЛАМ» для «О» и «ШУРУК» для «У». «ВАЙОМРУ» – это значит «И сказали они». Буква «ВАВ» в разу и в данном случае множественное число, если бы не «ОНА», слово читалось бы «ВАЙОМР» и «Сказал А». С буквой «ВАВ» с этой огласовкой читается «ВАЙОМРУ» и «Сказали». Вот вам про букву «ВАВ». Файл я вам поставил на наш чат в Телеграме. Еще одна буква, которую мы сегодня пройдем, буква «ЗАЙН», она гораздо более редкая. Вот она, буква «ЗАЙН». И вот несколько слов с этой буквой. Буква «ЗАЙН» бывает только корневой, в отличие от буквы «ВАВ». Вот здесь буква «ЗАЙН», понятно, что она передает звук «З». Вот и все, что по ней надо знать практически. Здесь она, часть слова «ОЗАЙН». «ОЗАЙН» – это «УХО». «БЕ ОЗНЕЙ» – «В УШИ». «В УШАХ». Обратите внимание, что «АЛЕФ» имеет огласовку «КАМАЦ КАТАН», который звучит как «О», а не как «У». «БЕ ОЗНЕЙ». И еще одно слово «ХАЗЕ». «ХАЗЕ» – это «ТОТ» или просто «ЗЕ» – это «ТОТ». То есть, собственно, вот оно слово, а вот это то же самое слово с артиклем, с определенным артиклем «ААА». Так, вот еще одно слово «У ВИЗ КЕЙНЕЙНУ» и «С Нашими Старцами». Корень этого слова «ЗАЙН» – «КУФНУ». «ЗАКЕН» – это «Старик», это «Старый», а «ЗАКАН» – это, не правда бы сказано, «Борода». Предполагается, что старец должен иметь бороду для солидности. Кто-то не согласен? Так, буква «ЗАЙН» встречается значительно реже, да? И еще одну деталь я хотел вам сегодня рассказать. Посмотрите, вот это текст Торы, начало недельной главы, которая называется «БО». Вот оно, слово «БО». Что написано здесь? Вот «ШМОТ» – это название книги, второй книги пятикнижения. Слово «ПЕРЕК» означает, ну, буквально параграф, глава, да? Не недельная глава, а глава по разделению, которое вообще придумано и вставлено неевреями, но мы сейчас об этом говорить не будем. Иногда бывает удобно, чтобы показать какой-то пасук, какую-то фразу или какое-то слово, да? Указать номер параграфа и номер фразы в нем. Вот, значит, здесь это «ПЕРЕК ЮД», то есть десятый параграф, и фразы в нем выделены, да? Пронумерованы с помощью еврейских букв. Немножко мы говорили об этом. Первая фраза обозначается «АЛЕФ», «АЛЕФ» – это единица, да? Где она начинается, фраза? Вот она начинается, и вот она заканчивается, заканчивается на вот этой… Нет, 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 неправильно я говорю, вот она здесь заканчивается. Вот это «АЛЕФ», так? Вот это пасук, который называется «БЭТ», да? То есть второй, вот до сюда. Вот это вот пасук фраза «ГИМЕЛ». То есть первая буква алфавита, вторая буква алфавита, третья буква алфавита и так далее. И вот мы доходим, вот девятая буква алфавита. Так, вот фраза номер десять, десятая буква алфавита. Дальше мы считаем так «ЮД АЛЕФ». «ЮД» – это десять, «АЛЕФ» – это единица, вместе получается одиннадцать. Дальше «ЮД БЭТ» – двенадцать, «ЮД ГИМЕЛ» – тринадцать, «ЮД ДАЛЕФ» – четырнадцать, а вот почему-то пятнадцать, пятнадцать. Мы не пишем «ЮД И ГЭЙ», то есть десять и пять, а пишем «ТЭТ ВАВ». «ТЭТ» – это девять, «ВАВ» – это шесть, девять и шесть, действительно пятнадцать. Но почему бы не написать «ЮД И ГЭЙ»? Кто-то знает? Нет, активности я от вас не добился. Дело в том, что «ЮД И ГЭЙ» – это одно из имен Всевышнего. Я вам показал этот грамматон. Ну, вот, к примеру, он. Вот это тоже он. Он состоит из четырех букв. Но первые две – это тоже имя Всевышнего. Более того, буква «ЮД» и буква «ВАВ» – это тоже имя Всевышнего. Чтобы не перепутать, чтобы лишний раз не задавался человек вопросом, причем тут имя Всевышнего, да? Имя Всевышнего даже такое, как написанное двумя буквами не следует, например, стирать. Вот. А если будет написано число пятнадцать этими буквами, то, может быть, у кого-то возникнет вопрос – это имя или это число? Так? Поэтому пятнадцать обозначается «ТЭТ ВАВ». Так? А причем тут наша буква? Буква, которую мы изучаем, буква «ЗАИН», а при том, что вместо «ЮД ВАВ» – 16, то есть 10 и 6, мы пишем «ТЭТ» и «ЗАИН», то есть 10 и 7. «ЗАИН» – это седьмая буква алфавита. «ТЭТ ЗАИН» – это 15, «ТЭТ ВАВ» – это... Извините, «ТЭТ ВАВ» – это 15, «ТЭТ ЗАИН» – это 16, а дальше мы снова переходим как «10 и 7». 10 и 7 – это «ЮД ЗАИН». Поэтому здесь я вам даже выделил вот эти номера. Вот это номер 16. Это номер 15. Это номер 15. Вот он. Это номер 16. Неправильно. Вот это номер 15. Вот это номер 16. То есть Тет Вав – это 9,6. Тет Зайн – это 9,7. А 17 – это Юль и Зайн, как и следовало ожидать. Вот еще одно слово с буквой Зайн – слово «хазак», что означает «крепкий, сильный». И слово с тем же корнем «ва-и-хазэк» – «и укрепил». Иногда переводят это «и отягчил, и отяжелил», но по прямому смыслу «и укрепил» Всевышний сердце фараона. Так, буквы Вав и Зайн. Вот они. Какие-то слова с этими буквами я вам выделил в этом файле, а какие-то предстоит выделить вам. И еще раз. Буква Вав. Иногда она как буква, иногда она как огласовка О, иногда она как огласовка У. Но напоминаю вам, что У – это не всегда Вав. Вот, например, буква Далет имеет огласовку Кубуц. Три точки, идущие по диагонали. Или вот здесь. Биг, Ву, Леха. Буква Вав. Буква Вет, извините, тоже имеет огласовку Кубуц. Вот, иногда и звук О – это не Холам, а, например, вот как здесь, Камадская Царь. Или вот это слово О-ТО-ТАЙ. Оба О – это Холам Хасер, то есть точка наверху без буквы Вав. Такое тоже бывает, мы с вами это проходили. Так, для группы А я закончил. Есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Вот, сейчас переходим к материалу для группы В. Мы сегодня разберем не что такое беньяны, а что у нас есть внутри беньяна. Ну, слово беньян вы, наверное, слышали в том числе неоднократно от меня. Беньян буквально означает строение. И пока что мы понимаем беньян как группу глаголов с сходной грамматикой. С сходной грамматикой, да? То есть, если два глагола относятся к одному беньяну, да, то, скорее всего, в каждой из форм будут они звучать похоже. Например, возьмем слово КОТЭВ пишет, и слово ГОНЭВ ворует, да? В настоящем времени КОТЭВ ГОНЭВ, КОТЭВЕТ ГОНЭВЕТ, КОТВИМ ГОНВИМ, КОТВОТ ГОНВОТ, И так далее. ЛИГНОВ, инфинитив, воровать, ЛИХТОВ, инфинитив, писать, да? Это два корня, которые реализуются в одном беньяне. Теперь, самое интересное, почему беньяны очень важны, да, это я сегодня объяснять не буду. Это взаимоотношение беньянов между собой. То есть, если один корень реализуется в разных беньянах, да, как соотносится значение глагола в одном беньяне и в другом беньяне. Но об этом мы сегодня не будем говорить. Вот, а поговорим лучше о том, что внутри беньяна, какие формы у нас есть. Так? А прежде всего, сколько у нас беньянов? Беньянов у нас ровно семь. Три активных, три пассивных, и еще один беньян, он возвратный. Об этом тоже разговор впереди. Сейчас я дам вам некую полезную ссылку, которую я недавно нашел в интернете. Сейчас я ставлю ее на сайт. Ну, давайте посмотрим, где у меня сайт. Так, я должен открыть чат. Вот, вот я ставлю вам эту ссылку. Так. И вот я вам ее отправляю. Это довольно удобная таблица беньянов. Так. И еще одну таблицу можно найти в комментариях этой ссылки. Да, там примерно то же самое, но еще и с пояснениями на русском языке. Я, может быть, постараюсь не забыть и поставить в нашу группу в Телеграме обе эти картинки. Вот, там показаны семь беньянов и их взаимоотношения между собой, о чем мы сегодня пока не говорим теперь. Семь беньянов, да? Как они называются? Чаще всего нам будут встречаться глаголы в беньяне «пааль». «Пааль». Почему так называется глагол? Почему так называется беньян? Потому что в словарной форме, да, глаголы его имеют звучание «а». «А». Что такое «пааль»? Если мы напишем это слово, да? Мы увидим в нем три буквы. Первая буква «пэй» – она обозначает любую первую букву корня. Точнее, первую букву любого корня. Корень «гонев», да, корень слова «гонев» – «ворует». Это три буквы. Первая буква «гимел». В слове «пааль» вторая буква «аин» – она имеет огласовку «а». Вот, а третья буква идет без огласовки. Вот мы берем наш конкретный корень «гимел», «нун», «вет». Вместо «пэй» подставляем «гимел», вместо «аин» подставляем «нун», вместо «ламет» подставляем «вет» и получаем форму «ганав». То есть корень «гимел», «нун», «вет» реализуется в обвиняне «пааль» и форма словарная получается «ганав». Словарная форма – это «он сделал». То есть форма глагола «прошедшее время», «мужской род», «единственное число», «третье лицо он сделал». «Ганав» – это значит «он украл». Итак, если глагол звучит «ганав», мы видим здесь и корень «гимел», «нун», «вет», и «биньян», «пааль». Так, значит, словарная форма – это основная форма, от которой образуются все формы прошедшего времени. И сейчас мы попробуем их с вами вспомнить. Какие формы есть в прошедшем времени? Прежде всего, есть род мужской и женский. Так, далее. Нет, прежде всего, наверное, так. Прежде всего, есть единственное и множественное число. Внутри каждого числа есть род мужской и женский. Так, и далее имеется три лица. Первое, второе, третье. То есть максимум у нас должно быть 12 форм. На самом деле их чуть меньше. Так, потому что некоторые формы совпадают. Итак, мы с вами выяснили, что поскольку «биньян» у нас «пааль», а корень «гимел», «нун», «вет», то словарная форма будет «ганав». Теперь мы образуем формы прошедшего времени добавлением местоименных суффиксов. Так вот, эти местоименные суффиксы одинаковы для всех биньянов. Точнее, почти одинаковы. Почти одинаковы. Чтобы сказать, что это сделал я, а не он, то есть поставить в первое лицо, я добавляю суффикс «ти». Что получается? «Ганав» и «ти». Получается «ганавти». Я украл. Ну, другой корень. Писал «катав», «кав», «тав», «вет». Словарная форма «пааль» получается «катав», а я написал «катавти». «Катавти» – это я писал. Теперь, чтобы сказать мужчине «ты написал», мы добавляем суффикс «та». Получается «катавта» или «ты украл». «Ганавта». При обращении к женщине во втором лице, то есть «ты», мы ставим суффикс просто «ты». Получается «катавт» – ты написала, «ганавт» – ты украла. Так. Дальше. В третьем лице «он» что сделал? Это та самая словарная форма, от которой все другие формы образуются, да? То есть «ганав» и «катав». А как образовать женский род в третьем лице? Мы ставим «а» на конце. «Ганва» и «катва». Чуть-чуть огласовки здесь меняются. «Ганав» – «ганва», «катав» – «катва». Мужской род, женский род, да? Мы разобрали все формы, все формы единственного числа. Теперь множественное число. «Мы» украли. «Мы» украли «ганавну». «Ганавну». Мы писали «катавну». Теперь второе лицо во множественном числе. «Вы» это сделали. Если «вы» – это мужчины, то суффикс «тем». «Катав», точнее, «ктавтем», «гнавтем». В женском роде суффикс «тен». «Ктавтен», «гнавтен». Ну, сейчас в Израиле часто говорят «катавтем», «ганавтем». И, соответственно, в женском роде, да? И, наконец, в третьем лице множественное число, одинаково для мужского и для женского рода. «Катву» они написали, «ганву» они украли. Так? Поскольку, еще раз говорю вам, поскольку беньян у нас называется «пааль», то основа для прошедшего времени – это «ганав» или «катан». Аналогично у нас происходит и в будущем времени, аналогично у нас происходит и в настоящем времени. То бишь, мы берем основу и пришпандориваем к ней суффиксы, соответствующие числу, роду и лицу. Так, а теперь разберем. Да, 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 да. Значит, это основные формы. В прошедшем времени мы с вами разобрали все формы. Максимум их 12, на самом деле, их оказалось меньше. В будущем времени тоже максимум 12 форм, на самом деле их меньше. Можете посмотреть таблицу, на которую ссылку я вам дал. Так, в настоящем времени всего-навсего 4 формы, потому что по лицам там одинаково. «Котев» – это значит «и я написал, и ты написал, мужчина, и он написал». Так? И так далее. Так, кроме вот этих форм, что у нас еще есть? У нас есть и инфинитив, инфинитив. Например, «лихтов» – писать, «лигнов» – воровать. И у нас есть формы повелительного наклонения. «Цивуй» – повелительное наклонение, он же императив. То есть, ну, например, я возьму «котав». Не хочется никому повелевать, чтобы он ворвал. А «ктов» – пиши, «китви» – то же самое при обращении к женщине, «китву» – напишите, множественное число. Есть еще специфическая форма императива в женском роде, то есть при обращении к девочкам, к женщинам. Мы должны сказать «ктовна», но современный иврит перешел на то, что в императиве формы эти отпали, как, впрочем, в будущем времени. Поэтому и мальчикам, и девочкам мы скажем «котву» – напишите. Так? Итак, сколько у нас его форм? Не так уж много. В таблице все они есть. Так? Теперь давайте посмотрим, какие формы мы встречаем здесь. «Ва-йо-мер» – «исказал». «Ва-йо-мер» – это анастическая форма прошедшего времени, которая образуется от формы будущего времени. Да? Добавление в начале буквы «вав», то есть соединительного союза. «Ва-йо-мер» мы переводим как «и-сказал», но смысл вот этого «и» не в том, чтобы добавить его «и-сказал», а что еще? Да? А для того, чтобы форму «йо-мер», «йо-мер» – это будущее время, да? А буква «вав» переворачивает ее в прошедшее время. Да? Вот основной смысл этой буквы «а-не-союз». То есть мы видим здесь форму будущего времени – «йо-мер». Будущее время мы пока с вами не разбирали, да? Но должен вам сказать, вот он корень – «алев-мем-рэш». А вот префикс – префикс будущего времени. Префикс – это то, что идет перед корнем. Этот префикс показывает нам, что глагол стоит в будущем времени, в единственном числе, в третьем лице, в мужском роде. «Йо-мер» – он скажет, а в «йо-мер» – он сказал. И сказал Бог, эль-муше-моисею. Теперь следующий глагол «бо». «Бо» – это императив, повелительное наклонение. Так? В слове «бо» сейчас мы пишем его с буквой «вав», то есть здесь, вот, но в «танахе» иногда пишется оно, это слово вот так. Вот. И в этом слове мы видим две буквы, да? В слове «бо» через «вав» добавляется еще огласовка. Огласовка – это, как ни странно, форма корневой буквы «вав». Корень в слове «бо». «Бет-вав-алев» – иногда «вав» принимает форму «о» огласовки, да? В данном случае даже не «холам», а «холам-хасер». Иногда он вообще выпадает, например, в слове «ба» – он пришел. Вообще нет никакого «вава» и писать его излишне, так? Вот, иногда эта буква в каких-то формах, в некоторых глаголах она проявляется именно как «вав», да? Но в данном случае, да, мы видим первую букву корня «бет» и третью букву корня «алиф». «бо» – это императив. «Иди», точнее «вайди». «Эль-пар-о» буквально. «Ки» – они, потому что «я». Я скажу вам, что вот корень здесь такой «кав-бет-далет». Тот же корень, что в слове «кавед» – печенка, и в слове «кавод» – уважение, да? И в слове «кавед», которое еще означает «тяжелый», да? Значит, буква «эй» образует здесь другой беньян, не беньян «па-аль», а беньян «гив-иль». «Гих-бид» – это сделать тяжелым, отяжелить. Но нам важно, да, значит, здесь есть вот эта вот форма «гих-бад», «гих-бид», я вам скажу, потому что беньян называется «гив-а-иль». «Гив-а-иль» – это значит, что вначале идет «и», дальше идет первая буква, которая обозначается как «фей» с огласовкой «шва», потом вторая буква, которая в словарной форме имеет огласовку «и», «хирик», но здесь она, огласовка это меняется на «камац», да? И третья буква, так? То есть вот он корень, а вот мы видим в основе, что это беньян «гив-иль», да? А это что такое? Это суффикс «ти», суффикс «ти». Мы знаем, что это суффикс прошедшего времени, единственного числа мужского рода. Ну, в женском роде будет то же самое. «Их-бад-ти» – «я оттяжелил», «я сделал тяжелым». Ну, иногда по смыслу переводят «укрепил». «Эт-либо» – «сердце его», «эт-лев-авад-дав» и «сердце слуг его», «л-ман» для того, чтобы «ши-ти» вот этого слова, я даже выделил особым цветом, да? Чтобы показать вам, что здесь от корня мы видим все в одну руку. Вот он корень, вот оно слово. «Шага» – «ли ши-год», «шо-э», «и-ш-э» – «пребывать, находиться, задерживаться, мешкать». Я обычно пользуюсь словарем «ирис», который вам постоянно рекомендую, но сегодня я хотел вам показать вот такую программу, называется она HebrewVerbis. Я скачал ее с интернета бесплатно, правда, немножечко тут затруднительная установка. Я очень вам советую вот эту программу, тот, кто хочет действительно разобраться, вот, имеет право пройти все эти ступени и скачать себе. Программа показывает абсолютно все формы тех глаголов, которые мы сейчас употребляем. Еще раз. Программа называется HebrewVerbs. 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 Вот она, название, да. А установка там в инструкции указана, как ее установить. То есть стоит мне здесь, ну, давайте я даже вам покажу. Набрать то слово, которое я встречаю в Торе, вот так. Нет, не FBR, извините. Я не это имел в виду. Я ставлю иврит. Так. И пишу здесь. Шин, Тав, Ют, да. Так, что-то у меня не получается. Ну, факт тот, что именно с помощью вот этой программы я получил вот такой ответ, да. Итак, первая буква корня, Шин, она здесь проявляется. Вот, а остальные буквы выпадают, выпадают, но, так, угу, 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 не знаю. По-моему, у меня есть так. По-моему, так. Вы говорите про эту программу HebrewVerbs, да? Честно говоря, не помню. Я ее устанавливал около года назад, и уже не помню, были ли какие-то проблемы. Так, к сожалению, тут я ничем вам помочь не смогу. Так. Угу. Значит, по поводу этого глагола, вот, собственно, что я хотел сказать, что вот тут своя специфика. Из-за того, что вторая буква Г и третья буква Г, одна из них, третья меняется на ТАВ, другая просто выпадает, да? А значение этого глагола, льман ши ти, для того, чтобы я... Что дает нам глагол, да? Чтобы... Так, 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 так. Угу. В данном случае пребывал. Больше подходит вот это вот значение. Так. Находился. Увеличил свое присутствие, продолжил свое присутствие. Да? Но обычно в русском переводе используется слово умножил. Сделано более многочисленными. Оттут эле. То есть знамения эти. Бекирбов. Среди его фараона. Улман тесапер. Вот еще один глагол, да? Этот глагол тесапер. Это префикс. Это корень. Так. Сапер, да? Беньян этот называется пи-эль, да? Пи-эль. Это значит, что в прошедшем времени мы имели бы сипер. Сипер – это он рассказал, да? А тесапер – это ты расскажешь. Это будущее время. То есть из формы мы видим, во-первых, что это пи-эль, так? А во-вторых, что слово стоит в будущем времени. Во втором лице в мужском роде. Так? Тесапер – ты расскажешь. Бе-ознэй бинха – в уши твоего сына. Увэн бинха – и сына твоего сына. Это ашер – то, что гид-а-ла-л-ти-о. Это суффикс. Это префикс. Это корень. Беньян, как мы видим, гид-па-эль. Гид-па-эль – это возвратный беньян. Что это значит? Сегодня объяснять я вам пока не буду. Да? Но хочу обратить ваше внимание, что практически все глаголы, которые в иврите начинаются на «ид», в русском переводе окончаются на «ся». То есть глаголы относятся к возвратным. Гид-а-ла-л-ти – это «издевался». Что значит «ся»? В многих случаях это означает «себя», «себя самого». То есть действие, направленное на себя. Например, я мою посуду. Я совершаю активное действие. Я мою. А на что это действие? Направлено на посуду. Теперь, если меня кто-то моет, допустим, банщик в бане, то я, получается, вымыт. Что я делаю? Я ничего не делаю. Я пассивен. Это пассивное действие. Но действие, направленное на меня. Кто действие выполняет? Допустим, банщик. Но если я мою себя сам, то я совершаю активное действие. Я мою. И на меня направлено действие. Я в результате этого, получается, «помыт». Моюсь. Помыть. «Ся». Умыть. «Ся». Вымыть. «Ся». Вот это вот «ся» или «си» в русском языке означает возвратность действия. То есть действие выполняю я сам. И направлено оно на меня. А иногда вот это вот «ся». Совершенно непонятно, почему в русском языке встречается. Например, «издевать ся». Я же не себя издеваю. Возможно, нет такого слова «издевать кого-то». Но я считаю, что все это хеброизмы. То есть влияние того, что в иврите вот этот корень. «Айн ламед ламед», «алал». Используется в биньяне «гит паэль». А весь «гит паэль» переводится как «сся». То есть «издевался», потому что на иврите так «гит алалти». «Я издевался». Мы видим. Суффикс тут тот же самый, что и здесь. То есть кто совершал действие, я издевал. «Я совершал действие». «Эт ашер гит алалти», как «я издевался». Всевышний, ба Митсраим, над Египтом. «Ба Митсраим» и знамение, которое «я сам ти». «Ти» мы знаем, это «я». Остается у нас корень «сам». Это корень, на самом деле, в нем средняя буква «юд» выпала. В инфинитиве было бы «ласим» – положить. «Сам ти» – это положил «я». Аналогично, как вот здесь выпала буква «вав», здесь выпала буква «юд». Вот такая специфика этих корней. Если бы не это, было бы очень и очень просто. То есть мы посмотрели корень этой буквы, мы посмотрели «биньян», выбрали нужную таблицу, вставили туда вместо условных букв «пэй ай ламет» наши конкретные буквы, в данном случае «шинь юд мэм», и получили то, что надо. Но вот мы должны учитывать специфику корней. Например, что буква «вав» и буква «юд», если они вторые в корне, выпадают. «Видатем» – здесь корень «юд» дает «айн». Что такое «я»? Да. «Ёдэя» – знать, да? «Вав» – это союз соединительный, который еще и переворачивает. «Вав» – с чего переворачивает. Это суффикс, суффикс прошедшего времени. «Ви датем» – это «и знали вы». То есть будущее время через вот этот «вав» переворачивается в прошедшее. А что с буквой «юд»? Здесь она преобразилась в «хирик», в огласовку. Такое тоже бывает. Иногда «юд» просто выпадает. Иногда становится огласовкой. «Ви да». Конечно, что «я» – бог. «Ва» – «я» – «во». Видим здесь те же буквы «вет алиф», что и здесь. И это действительно тот же корень. Буква «вав» средняя выпала. Что такое вот этот «юд»? Это будущее время. «Вав» переворачивает его в прошедшее время. «Ва» – «яво» – это «и пришел». «Яво» – это «он придет». «Ва» – «яво» – «и пришел». «Моше Веарон» – «Моисей Веарон». «Эль Парок Фраону». «Ва» – «йомру». Так. «Ва» переворачивает. «Йомру» – будущее время. Мы видим это потому, что корень «алефмемреш» Перед ним стоит «й», что означает «будущее время», да. А «юд» вкупе с «у» с «уруком» с огласовкой на конце, да, означает «будущее время» – «множественное лицо». Множественное число, третье лицо. «Йомру» – скажут «ва» – «йомру» и сказали «эллавь ему». «Ко Амар» – вот очень простая форма. Форма, которая содержит только три буквы корня. «Алефмемреш» – «корень» означает «говорить». А форма здесь, да, первая буква имеет огласовку «камац», вторая буква – огласовку «патах», третья буква без огласовки, да. Вместо «алеф» подставляем условную букву «пэй», здесь условную букву «айн», здесь условную букву «ламет» и получаем слово «поаль». «Поаль» – это название беньяна. Мы видим, что это корень «алефмемреш» стоит в беньяне «поаль» в форме словарной, в форме «он» сделал «амар» – это значит «сказал». «Ко Амар Гошем» – так сказал Бог. «Элокей Аеврим» – Бог Всевышний. «Адматай» – докуда, до какой… доколе, до какого времени. «Мэ Анта» – «ты отказался». «Мэм» – «алеф» – «нун» – «отказываться». «Та» – это «ты». «Ла АНОТ» – это инфинитив. Корень, вот он, «Айн», «нун», «тав». На самом деле, корень – это «Айн», «нун» и «гэй». Но буква «гэй», когда она стоит последняя в корне, в этой форме меняется на «тав». «Ла АНОТ» – это «ле АНОТ» в данном случае. Это означает «отвечать». «Докуда ты отказался отвечать», да? «Мэ ми панай» – «передо мной», да? «От лица моего», да? «Оне» – это, значит, «отвечать». «Шалах» – это та же форма словарная, что и вот здесь. «Шалах» – это… А, не-не-не, прошу прощения, это императив, императив, повелительное наклонение. Ну, по табличке должно быть «шлах», но в Танахе иногда формы немножко другие. «Шалах» – это «отправь» или «отпусти». «А ми» – «народ мой», «Ваявду ми» – «Ова». Здесь обратите внимание, что я выделил желтым цветом, да? Все кроме вот этого. А что такое «ми»? Это дополнительный суффикс, да? Который означает направление действия, направленное на меня. Который здесь «Айн бет дарит» – что такое «эвэд раб»? А вот да – работа. «Я авду» – это «они будут работать» в будущее время. «Ваявду» – да? «И будут они работать». Извините. А так, да-да-да-да-да-да, вот такой неожиданный репримант, да? Здесь буква «вав» не имеет обычного смысла переворачивания, то есть как здесь написано «Я авду» – «они будут работать», да? Так, из «вав» получается «и они будут работать», да? Иногда такое встречается, просто надо знать, какие места по смыслу это понятно. «Ваявду» – «и они будут работать», точнее «они будут служить», «ни» – это «мне». «Ваявду» – «и будут они служить мне». «И будут они служить мне». Пять слов на иврите одно. Так, посмотрю. Так, 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 так. Где пауза? Не понял смысла? Это не пауза. Поясните, пожалуйста, вопрос, Альберт. Можете включить микрофон? А, вы имеете в виду, что вот этот «вав» не переворачивает? Не знаю, надо смотреть по смыслу. Так. А еще можно вопрос? Пока вопрос. Вот «шаллах» слово. По какому признаку вы определили, что это не инфинитив, а повелительное наклонение? Это лишь «лох» похоже. Да. Ну, я скажу вам что-то просто по смыслу. Я знаю, что это «лог». А, по смыслу. Да, да. Ну, смысл известен. «Шаллах» – это «Амива» и «Авдуни» – это знаменитый… «Озум» такой «Отпусти народ мой». Вот, обычно опускают последнее слово и будут они служить мне. Да? Почему эта форма вот такая «шаллах», а не «шлах»? Применена тут, да. Да, да, да. Думаю, потому что это как бы отдельная фраза. Вот видите, тут расставлены знаки припинания современные, здесь стоит точка с запятой. Еще вопрос. Скажите, а вот «вав» вот этот, который переворачивает, какой мне смысл? Зачем? Это как бы, на первый взгляд, лишняя буква, лишний знак, а зачем? Есть же форма, которая… Мы привыкли к тому, что будущее время – это будущее без «бава», это не прошедшее «бава», а просто будущее и так далее. Вот, но в Торе есть различия, например, из того, из рассказа о том, как рождаются Каин и Хевель, да, в одном случае применено прошедшее время обычное, то есть, я не помню, какой там глагол, да, в другом случае, прошедшее время образуется из будущего через «вав», и отсюда, к примеру, делается вывод, что один из них был рожден еще до изгнания Адама и Хавы из Ган-Эдена, а другой уже после, к примеру. То есть, здесь определенная специфика есть, как, например, в английском есть обычное прошедшее и продолженное, но здесь немножко другая специфика, но она своя есть. Просто обычно, чаще всего, прошедшее время образуется через будущее с переворачивающим «вав». Ну, собственно, и наоборот, когда мы читаем «шма», да, там идет прошедшее время «агавта», и «вав» переворачивает его на будущее. «Ве агавта» и «будете любить». Такое встречается, но реже, поскольку повествование основным временем, конечно, является прошедшее, да, «вав», то используется будущее с «вав» переворачивающим. Понятно, но в современном иврите так не говорят, такого нет. Не говорят. Есть же определенная форма, с помощью которой можно передать время. Дело в том, что современный иврит, он пользуется грамматикой в основном иврита Мишны, а словарным запасом иврита Танаха. Но грамматика там гораздо более простая, чем то, что мы читаем в Торе. В частности, и за счет этого. Хоть хорошая новость. Да, да, да. Современный иврит несколько проще, да. Ну, я скажу вам, иногда для высокого штиля, что называется, я пользуюсь какими-то приемами панахическими, но, конечно, не этим во переворачивающее, просто никто не поймет. Не поймет, понятно. Да, даже литераторы. Вот еще одно интересное слово. Маэн. Да. Я тоже выписал его из вот этой программки. Так. Вот оно. Ой, что я сделал. Не то, что я хотел сделать. Да. Вот я хотел вам выделить. Отказываться, не соглашаться, не желать. Так. Так. Так, 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 так. Где мы? Ки-им-маэн. Если ты отказываешься, здесь тоже форма немножко нетипичная. По современной грамматике должно быть что-то другое. Ле-шалэ-ях. Вот корень тот же самый, что здесь шалах. Да. Но форма какая? Форма пи-эль. Я сегодня ставлю себе такой запрет не говорить о соотношении разных биньянов. Но вот этот вот корень шин-ламе-хайд все-таки мы рассмотрим. В биньяне па-аль шалах это означает он отправил. А в биньяне пи-эль тот же корень ши-ле-ах точнее, да, означает он сильно отправил. Это усиление действия, да. Ле-шалэ-ях отправить, но здесь подчеркнуто, что не просто отправить, а сильно отправить. Это аминь, народ мой, и ныне мэ-в-и. О, замечательный пример. Вот тот же корень, да. Бет-вав-алеф. Здесь тоже выпал вав, да. Но в биньяне здесь стоит ги-ф-иль. В настоящем времени мэ-в-и. Что такое ги-ф-иль? Он в биньян каузативный. Если ба означает он пришел, то ги-ви, это значит он привел. Он сделал так, что кто-то пришел. Либо привел, либо принес. Принес что-то. Так? Тот, кто слышит и влит, знает, что очень часто принеси мне это тави. Тавили. Так? Какие-то еще интересные примеры я хотел вам рассказать. Времени осталось мало, поэтому много я пропущу. Я тебе могу сказать слегка. Да-да-да. К примеру, моих внуков. И совершенно общее израильское, как бы сейчас влияние такое, с которым мы пытаемся бороться, но невозможно. Они не говорят слово «роце» – «хочу». Все заменяется одной знаменитой фразой «бали». Бали до бали. Мне пришло, да. То есть… Ну, это, кстати, не очень красиво звучит, но… До процента звучит не очень красиво, но тем не менее, это все так говорят сто процентов. Бали до бали. Ну, да. Ну, должен сказать, что, скажем, раньше вместо «роце» было «хофет» – «в моем желании», да? Ладно. Я хотел привести вам вот такой интересный пример. Нотар – это «нифаль», а «хотир» – это «гифиль». От того корня, который многим нам известен, по слову «йотер». «Йотер» – это «более», да? «Хотир» – это «оставил», «оставил», то есть «более», чем что-то ушло, да, что-то… Ну, в данном случае давайте рассмотрим. Ваёхал эт айсэм гаарец и пожрал траву земли, вэт коль пригаец и все плоды деревьев, а штер готир, который оставил абарад. Барад – это «град», то есть после «града» еще что-то осталось, и все это сожрала саранча, да? «Хотир» оставил, а «нотар», «велоннотар» и не осталось. «Нифаль» – это «беньян пассивный». Здесь из корня «юд», «таварейш» выпадает буква «юд» и остается «тав» и «рейш», да? А смысл здесь, в общем, понятно какой. «Готир» – это «оставил», а «нотар» – это «оставшееся то, что осталось». Так, вот еще интересный пример, да? Вот здесь, казалось бы, корень «юд» – «самых рейш». Есть такой корень, есть такой корень, который обозначает «мучить». Но в данном случае имеется в виду не «он», здесь имеется в виду корень «гей» – «самых рейш». «Гей» – «сир» – это «снимать», «удалять». И вот это слово «ва-я-сэр» – «мэ-алай» – «рак-эт» – «гамавэ-тэзэ». «И убери и удали от меня», то есть «с меня» буквально, «рак» – «только эта мавэ-тэзэ», «только смерть эту». Обратите внимание, что слово «мавэ-т» – тот же корень, что в слове «мот». «Мот» – это «умереть», «ламут». А «мэ-т» – «мёртвый а». В слове «мавэ-т» – вот эта вот буква «вав», которая в форме «мэ» вообще выпала. В слове «ламут» – она переродилась в огласовку «у». Вот здесь эта буква «вав» – она звучит как корневая «мавэ-т» – смерть. Аналогично, например, в слове «шук». Как сказать, что такое «шук»? Рынок. Как сказать «рынки»? Например, «рынки сбыта». «Шва-ким». «Шва-ким» – это та самая «вав», которое в слове «шук» звучит как «у». И, например, еще в слове «шор» – «шор» – это «бык», а «быки» – это «шварим». То есть «вав» звучит. Вот такая вот интересная история с корнями. Итак, мы увидим с вами, что прежде всего мы берем корень, мы ставим его в нужный «биньян». Если «биньян» – «пааль», а корень, например, «гимел» – «нун» – «вет», то получается у нас «ганав». А затем мы с помощью префиксов и суффиксов образуем нужную форму. Например, «ганав» – «ти» – «я украл». «Ти» – «гнов» – «ты украдешь». Аналогично «катав» – «ти» – «я» написал. «Ти» – «хтов» – «ты напишешь». И вот эти префиксы и суффиксы для всех биньянов одинаковые или почти одинаковые. Некоторые разницы все-таки есть. Ну, дай Бог, вы эту разницу с вами обнаружите. Значит, еще раз напоминаю, что я дал вам в чате очень полезную табличку, на мой взгляд. И если я не забуду, я надеюсь, что не забуду, поставлю я ее на Телеграм в нашу группу, ее и еще одну табличку, тоже не менее удобную, на мой взгляд. Да, предупреждаю, что таблички составил не я, и там есть некоторые ошибки. Если вы видите, что это не так, что как-то вот не по этим табличкам, ну, во-первых, я вам говорю, что в Танахе бывают свои особенности, а во-вторых, в табличках действительно есть ошибки. Я их исправить не могу, таблички без ошибок я искал и не нашел, но, тем не менее, пользоваться ими можно. Так, ну, если есть еще вопросы, задавайте. Вот, из Божьей помощи через неделю будет у нас 27 занятие. Вот, поздравляю вас с месяцем Шват, и желаю вам теплой зимы, как у нас принято пожелать. Так, все на сегодня. Спасибо. Чувствую.